Так, сегодня у нас практически занятие. Попробуем создать VPC, саб-нетворки, раскидать их по разным сетям, создать ACL и security группы, посмотреть на на это всю разницу, как оно все работает, посмотреть на NAT gateway, интернет-гейтвей, в каких кейсах мы их используем. Вот тут такая схемка визуальная, что по ней мы можем увидеть, что мы будем работать в каком-то регионе, в рамках этого региона у нас будут несколько availability зон, мы поднимаем instance какой-то из availability зон, вот одна, мы поднимаем также какую-то сеть, она тоже привязывается у нас к availability зоне какой-то одной, сети мы разделяем по маске, режем сети, можем использовать две, три, четыре, в зависимости сколько нам нужно, сколько у нас доступно этих availability зон. Ну, по сути, private-сеть у нас выходит в мир через NAT gateway, public, саб-нет мы выводим в мир через интернет-гейтвей, подключаем напрямую к нему. В принципе, все, давайте тогда начнем. Тут все понятно, да, никаких тут, все, в принципе, понимают, да, вот эти вот все эти вещи, маска под сети, вот это все, как сели сети там, дробятся, классификация сетей, не будем на этом остановиться? Уговорение? Угу. Угу. Ну, сколько у нас сегодня немного, то это, я так понимаю, что всем все понятно. Окей. Так, по регионам. Рекомендуется, конечно, использовать, если мы находимся в Европе, рекомендуется использовать Ирландию, Ирланд. Она идет по инновациям и по введению новых фич сразу после Норс-Вирджиния. Норс-Вирджиния у них самый старый регион, большинство сервисов, большинство сервисов стартуют именно там, новых. За ним идет Орегон. Кстати, по цене, вот это вот Северная Вирджиния самая низкая по цене, Орегон также потом за ней идет, потом вот идет Ирландия. Вот эти вот три как бы региона самых таких основных, то есть, когда понимаем инфраструктуру, вот мы рассматриваем, как правило, то есть, вот эти три региона. Если это Европа, то это вот Ирландия. Ну, в Ирландии я там немножко уже поработал. Мы сейчас вот начнем с Франкфурта. В принципе, нам для поднятия EC2 и VPC там не нужны какие-то там вещи там экстрадинамные, поэтому вперед. Так, идем в VPC. Тут все просто. Создаем VPC. Режем, выделяем какой-то диапазон сетевой. Это будет 172.16. 16-ая подсеть. IPv6 нам не нужно. Тенант сет у нас дефолтный. Есть dedicated tenant сета, когда на dedicated железе оно будет раниться. Есть у нас дефолтный. Это расшаренный гипровизор. Так, создаем. Окей, так. Когда мы создали VPC, он нам создает дефолтную таблицу маршрутизации. MainRouteTable. Создает нам dashcpOptionSet. Дефолтный. И NetRouteIC. Вот у нас дефолтная таблица RouteTable. Что мы тут можем увидеть? И мы можем увидеть, что у нас наша сеть. То есть она никуда не маршрутизируется. По сути это как бы наша. То есть локальная внутренняя сеть internal. И он там будет на уровне Amazon. Роутить. Это трафик между availability зоной. Для нас это прозрачно. Мы этим не занимаемся. Мы тут никакие не выставляем gateway. Чтобы там трафик из одной зоны попал в другую зону. То есть вот этой записи достаточно. Ну dashcpOptionSet. Некакой параметры под dashcp тут можно выставить. Тут можно чтобы установить ntp сервера. Там резолвинг. Преобразование там по преобразованию IP там в этот самый. В реверс DNS зону. Ну такие вещи как бы. Мы не будем сейчас сильно углубляться в это. У нас нет темы. Network ACL. Создается дефолт на Network ACL. Как вы помните я рассказывал, что Network ACL это stateless firewall. Он привязывается на уровне сетей. То есть он такой как бы глобальный. Security группа на уровне инстансов и каких-то сервисов. Может быть там load balancer завязано. Network ACL на уровне сетей. У него есть правила на разрешение и на запрет. В то время как Security группы там все по дефолту запрещено. Ну и соответственно добавляем вес. Ну как обычный firewall. Добавляем правила. Добавляем какое оно идет по счету. При срабатывании правила допустим там будет 99. Если оно сработало, дальше обработка останавливается. Ну как бы стандартно как FreeBSD там, ну там Linux. То есть такой же подход. Ну Outbound. Также мы тут на вход, на выход. Все. Так. Идем дальше. Следующее нам надо создать саб-нетворки. Это дефолтная VPC. Дефолтная сеть. Дефолтная сеть. Дефолтная сеть. Ну сразу когда предистрируешь аккаунт, есть дефолтная VPC. Мы создаем свое. Создаем вначале паблик сети. Привязываем ее к какой-то availability зоне. Это будет 1A. Вот у нас в фармпурке три зоны. 1A. Выделяем какой-то E диапазон. Можно порезать по 24 сетям. Ну как бы реально в продакшене рекомендуется выделять больше диапазон адресов. Хотя бы там по 20. Чтобы было там 4000 IP адресов. Там много не нужно. По 24 мы выделяем. 250 там 251 будет IP адресов доступен. Нам достаточно. Обращаем внимание на тегирование. Обязательно тегаем. Теги по дефолту. Можно добавлять свои. Даже нужно добавлять свои. Когда мы что-то там провиживанием. Мы должны тегать. Чтобы потом это можно легко считать затраты по тегам. Регруппировать. Так. Все. Идем дальше. Это создали. Vale. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выделяем уже другой диапазон адресов... Можно начать там со 101, допустим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Что мы сделали... Создали VPC... С 16-ой маской сеть... Создали VPC... Вот она у нас... Вот наша VPC... Порезали на подсети... Значит... 3 паблик сети... По 24-ой маске... И 3 и private... Подсети... Тоже по 24-ой... Начали с 101... И так... Идем дальше... Что нам дальше надо... Нам дальше надо поднять... NAT... NAT Gateway... NAT Gateway... Привязывается к Elastic IP... Elastic IP... Это... Мы арендуем... Внешний... Белый IP-атрис... На постоянной основе... Но мы за него платим... Мы даже за него платим... Если этот IP-атрис... Никуда не заатачен... То есть... Имейте ввиду... Если вы... Создали... Какой-то instance... Или NAT Gateway... Потом его удалили... Но Elastic IP оставили... И он у вас там... Вот здесь будет... Дальше находиться... Вот тут Elastic IP... И IP... И тут... И IP... Вот тут Elastic IP адреса... Вот если будут... Будут какие-то даже IP адреса... И они будут никуда не подключены... Ни на какой instance... Gateway затачены... Все равно за них... За них платят... За них Amazon снимает плату... создаем над гейтвей это для наших правил сетей собственно это это и будет различать правил саб на этот паблик саб это наличием над над гейтвей то есть по сути это сети одинаковые их только отличает то каким образом у них происходит маршрутизация правил саб нет есть указываем что над у нас будет паблик не правил можем конечно строить там какие-то там сложные сети там правил тоже там правил саб-нетворки справит над он можно такое делать так тут ассоциируем его с нашим власти кип-адресом или выбираемся списка и нажимаем просто чик получаем новое пи белые пи белые пи на постоянной основе он не будет меняться пока мы его не утолим не пересоздадим закрепляется за нашим аккаунтом есть ну также можно всегда посмотреть на мониторинг там по пакетам что там у нас там какие пакеты там в крупном количестве то есть есть ли активность вообще какая-либо для табу сутки для всякого рода так у вас там такая тишина и если вам что-то непонятно я не знаю спрашивайте тут прервайте меня ok я я вот я и и и и и и Продолжение следует... Так, да, нам нужно интернет-гейтвей создать, естественно. Интернет-гейтвей. Интернет-гейтвей создаем. И оттачим его к нашему EPC. Это можно сделать через команд-лайн и трофейс. Подсказывать, какими командами. Потому что схема такая у нас, что есть у нас наш VPC. Вот наш VPC. И все ресурсы VPC, которые выходят в мир, они все равно выходят через нашу дизайн. Потом уже все, что мы строим. Дальше NAT, NAT-гейтвей. Это может быть NAT-инстанс, наш собственный, который мы можем сами менеджить. Можем сами поднять инстанс и на нем настроить таблицы маршрутизации. Как мы будем эти NAT пропускать. Ну, как бы, если в этом необходимость. Рекомендуется использовать Out of Box, NAT-гейтвей. И это все, конечно, упалит в мир через основной наш внешний шлюз. Так. Смотрим на наши MAT-ы. Этот зафейлился. Потому что будем сейчас пересоздавать. Один за прорижение. Так, зафейлился один А. Ну, ничего, сейчас пересоздадим. Так. Этот тоже фейлонулся наш. Так. 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 Почему это происходит? Это AWS не пропускает? Нет. Я не создал интернет-гейтвей. Надо было сразу создать интернет-гейтвей перед этим. Мы создали… Да, поначалу, да? Да, да. Кстати, когда будете это делать тоже вручную. И когда будете делать через CloudFormation, вам надо, чтобы была зависимость. Ну, в принципе, CloudFormation сам имеет эти зависимости находить. Ну, можно и прописать, что когда вы создаете VPC, это у вас первый степ. После этого должен пойти интернет-гейтвей. И вот эти вот, когда мы создаем уже NAT, NAT-гейтвей, чтобы они зависели от создания интернет-гейтвей. То есть была dependency. То есть всё по порядку должно быть? Да. Правильно? Да, да. Кстати, хорошо, что мы на этот кейс наткнулись. И как раз вот, да, почему практика полезна. Ну, он их сейчас автоматически удалит. Он его зафейлил в создании, а потом его тропнет. Ну, один создал. Так, пока можем идти создавать таблицы маршрутизации. Одна дефолтная уже таблица создана. Ну, мы сделаем свою сейчас. Сразу дефолтный маршрут поставил сюда локальный для нашей сетки. Добавляем еще один маршрут здесь, чтобы он выходил в мир. Выходил через интернет-гейтвей. И ассоциируем этот наш маршрут с нашими паблик-сетями. Раз, два, три. То есть, вот как раз вот в этом самом месте мы вот и определяем, какая сеть будет паблик. То есть, по сути, это сеть, которая будет напрямую через интернет-гейтвей выходить в мир. Вот это вот, вот на этом этапе это и есть паблик-сеть. Момент такой, что таблицу маршрутизации можем сделать одну для трех сетей в случае паблик. Если это Private, то мы делаем три разных таблицы для каждого НАТО отдельно. Так, смотрим на нашу над-гейтвей, чтобы у нас все есть готовое. Надо добавить маршрут. Здесь уже выбираем над-гейтвей. Можно разные. Тут, видите, способ есть. Peering Connection. Это между VPC, VPC-to-VPC. Можно сразу Network Interface на него какой-то там затачить. Network Interface это у них тоже отдельная сущность складируется. Эти Network Interface можем подключать там тоже к интернет-гейтвейам. Тоже какие-то там в паблик-сетях. Так, можно сразу через Instance это делать тоже. Поднять свой Instance. То есть, как будто мы подняли отдельный компьютер, поставили там две сетевых платы и соединили их кабелями. Они у нас делать это очень, ну, в принципе. За какими-то экзотическими случаями такое. Ну, и всякие вот эти вот. Transit Gateway, Virtual Private Gateway это для поднятия VPN-тоннелей между Amazon и On-Premise инфраструктурой. Также для поднятия там Dedicated Interconnect. Так, ну это у нас NAT. Так, теперь же нам нужно было выбрать правильный NAT. Давайте посмотрим. Не тот, который зафейрился. ВООЗ-инфляструктурой. ВООЗ-инфляструктурой. Так. Возьмем 16. Так, да, сразу делаем ассоциацию, не забываем ассоциировать Собнят ассоциацию, ассоциировать, ассоциировать 1а Так, правит 1b, ассоциировать 2b,, лимбс Достаем Ассоциировать Ассоциировать Продолжение следует... 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 используется x100 и взламываются инстансы и потом там для какого-то там open релея там используется или там это бот-бот то есть подключается к бот-ферме ваш инстанс потом ведет какую-то непонятную активность вас amazon потом блокирует ну и вы как бы потом за это чаржитесь за то что у вас там происходило то есть использование инстанса сетевая активность трафик потому что AWS вас чаржит также по исходящему по исходящему трафику там два момента входящий исходящий по одному из них он вас тоже как бы чаржит формирует вам затратную часть поэтому естественно не рекомендуется дефолтные вообще проте-22 открывать но на мир даже если у вас там запроволено все равно это делать нельзя даже если по ключам по ключам тоже то есть подставляем свой IP вот он сразу мой IP определил все так создаем Security Open Network ACM пока дефолтные не будем ничего править покажу потом разницу на практике чем оно отличается что у нас тут тут у нас и пропускаем весь трафик по всем протоколам по всем портам всем первое у нас правило hello то есть оно срабатывает на следующий день оно не попадает то есть тут разрешено все на всех входящий исходящий то точно также разрешено все на всех и 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 инстанс берем линуксовый инстанс amazon linux базированный на centos его форк берем т2 микро это бесплатный он попадает под free tire бесплатен там первые 12 месяцев или всего 750 часов можем микро инстанс ранить есть на на инстанс можно на на поднять нам принципе это тоже будет достаточно все остальные уже буду charges по инстансом тайпом сейчас не будем за застрять внимание есть табличка есть много инстанс тайпов вот это вот си вот это там м и все разные инстансы те это универсальные это memory там оптимайзит есть cpu оптимайзит этот си есть там на пропускную способность сетевой оптимизированный есть на оптимизированный на графическую подсистему для рендеринга каким там 3d там чего-то там вот это вот это джи джи было вот это вот то есть много разных типов инстансов не будем сейчас останавливаться у них также у разных типов по дефолту вот они от некоторые и bs только оттачат некоторых даже оттачат ssd вот она на на 300 гигабайт 2 на 1 и 9 и связи вас будет за за это чину но они существуют только на момент поднятия инстанса как только мы восстановили соответственно все это удалилось данные данные в случае с и bs данные остаются ну то есть там будет и bs будет и будет еще непосредственно ssd так все окей но они они отличаются по сетевой пропускной способностью вот там у них даже есть до 10 гигабит 25 гигабит это имеется ввиду внутренняя сеть поднимаем т2 универсальный что такое чего нажимаем вот так же то что я рассказывал про спорт инстансы здесь можно зареквестить спорт инстанс будет еще дешевле это будет вообще стоит там четыре тысячных цента час то есть это сейчас текущая цена такая мы можем указать наш диапазон максимальный до четыре с половиной пока цена не поднялась четырех с половиной мы можем то есть он будет у нас этот инстанс работать цена вырастет инстанс за терминейтится или инстанс за терминейтится случае если amazon будут нужны ресурсы он также может на свое усмотрение там с 5-минутной модификации этот инстанс терминейтит спот не будем пока и реквестить за эквестами обычный спот там некоторое время немножко дольше это происходит так поднимаем паблик паблик сети здесь ассоциируем его с паблик айпи потому что можем не нет не про социровать паблик айпи он у нас поднимется внешнего айпи у нас не будет бы только внутренним соответственно доступ на него мы не получим извиня все tenancy шар это у нас сетевые интерфейсы можно добавлять сколько угодно сетевых дополнительных адресов той же под сети можно добавлять сетевые интерфейсы в пределах этой же его логе лити зона то есть инстанс он располагается в пределах одной воды билите зону то есть если посмотреть 믿 identity зона вот в разрезе этой зона и мы создаем сети создаем и так мы не можем инстасс одновременно задачить на твое логево логе эти зоны нет это только будет пределах одной облона в пределах аной то есть их в пределах той сети которое находится в этойacie зоне поэтому мы уже только здесь выбор можем Можем его сразу направить, саб-нетфорк затачить, можем направить. Все, вставляем все по дефолту и идем дальше. Storage понятно, 8 гигабайт, SSD у нас будет, GP2, тегаем его там обязательно, это будет пускай у нас Бастион, назовем его Бастион 0.1. Выбираем security группу, которую мы создали, вот она уже у нас, перед этим. Все, всегда пускаем. Ключи, важный момент по ключам, да. Генерируем свою ключевую пару, один раз генерируется, потом он дальше будет в этом списке и появляться. Без ключа, если мы его запустим, то соответственно мы не сможем потом на него вообще попасть никак. как только через SSM session, но то отдельная история, поэтому выбираем генерируем ключ, ключ, developer, нет, нет, тут у нас, eu-central, eu-central 1. Загружаем, важный момент, ключ можно загрузить только один раз, вот мы его загружаем, после этого больше возможности ключ загрузить у нас не будет, придется новый ключ создавать, запускаем инстанцию, вот у нас у него сюда, да, стоп, нет. С�� ethical организм, позволение дарить işBase. И ещё представляем ее? Скорбщими дарическим инстанциями. И первое, есть четырнадцатām, Что так обращу, да, поднимаем один разgar. так смотрим, да, instance у нас запровиженился, паблик API адрес у нас есть, внутренний есть, запровиженный в пабликовой зоне паблик сабнетворки по security почему ничего не добавилось а, все мы добавили на outbound, вот у нас ошибка мы security группу немножко неправильно создали здесь у нас должно быть any traffic, all traffic, это же выходящий трафик, то есть у нас он доступен, чтобы мог на все ресурсы ходить а inbound traffic, ну, на SSH его откроем все несколько способов коннекта есть, можно подключиться через session manager, но мы не оттачили никакую роль туда, надо было затачить роль, вот он сейчас будет навугаться вот am instance profile не был приатачен к инстансу с необходимыми правами в таком случае, если бы мы его затачили, мы бы нажали connect и зашли бы сразу без всяких ключей мы сейчас ключами зайдем так, инстанс у нас запровиженился паблик IP есть проверяем доступ у нас доступ есть, SSH поднят так, с달ка достойка у нас документ а вот наш ключик, есть указываем ключик можно сказать минуса, чтобы ключ выбрасывать и дальше в сессию да, ругается на то, что ключ у нас с неправильными перемешинами 0.644 на этот ключ не подходит, мы должны его зарестриктить, чтобы доступ имел только мы поменяем права на ключ все судо у нас есть без пароля вот видим наш внутренний IP адрес вот наша маршрутизация через дефолтные IP мы идем смотрим наши ключи ключ есть так, поднимаем еще один инстанс поднимем его уже в private сети нужно там private 1 one one вот он уже нам не подсказывает вот он уже нам не подсказывает Разрешаем доступ на внешний IP-адрес, но мы в любом случае на него попасть не сможем Сейчас покажу почему Мы выбираем наш ключик Запускаем То есть сейчас мы поднимаем вторую инстанцию уже вот в этот private подсети В этом диапазоне То же самое, хотя у нас availability зона 1-1C Скажем так, вот это может быть зона Попутно надо в security группе разрешить Доступ по SSH Мы же сейчас хотим проверить SSH То есть доступ по SSH с внутренних IP-адресов Исправить диапазону Поскольку у нас сейчас тут только наш внешний адрес Наш внешний измер Добавляем Для наших 16.0.16 Можем еще пинки разрешить Чтобы пинговать его Так, видим. Видим, что инстант запролижнился, IP-адрес уже у него есть, поскольку мы уже находимся на первом, вот мы уже можем пинговать его, можем даже на него зайти, поскольку ключ у меня уже проброшен, вот этот мой private key уже проброшен, я просто коннектчусь. Так, что такое? Что-то мы не закономилились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, вот мы на него зашли. 103 подсети. Хочу показать еще, пока есть время, разницу между security-группами и ICL. так на этом этапе все всем понятно покажу сейчас разницу между security группами смотрите значит вот сейчас и мы затачили security групп разрешили 22 порт на мой обе что я сейчас делаю security группы это вот нас стоит full firewall это означает то что если соединение уже открыто то трафик будет уже разрешен входящий исходящий исходящий имеется в виду в рамках этого 10 соединений то есть сейчас я удаляю вот это тоже удалить то есть все даже можно вот это удалить все никаких входящих у нас правил нет но тем не менее наш эсэстаж продолжает работать даже если мы посмотрим по соединениям видите то есть наше соединение остается установлен наше соединение то есть наше соединение не рвется даже вот если я сейчас выйду вот видите вот мой внешний ip соединение установлен вот это вот stateful разница между stateful и stateless если сейчас я пойду в network и силы добавлю сейчас если есть сейчас свою сессию закончу в данный момент и если я сейчас выйду из ссэстей закончу соединение попробую переподключиться у меня это не получится но даже мы сейчас можем проверить сейчас можем попробовать сделать тэннет на наш инстанс на наш бастион видите соединение не происходит но при этом моя tcp сессия еще активна если добавляю новое правило допустим 99 чтобы она обработалась быть раньше сотого ставлю здесь дэнни закрыть доступ на иссэстаж для всех вот видим что двадцать трой порт закрывается все на этом обработка останавливается поскольку у нас срабатывает правило для всех то сейчас вот видите ничего не происходит я нажимаю то есть соединение закрыто вот это вот стейтлесс вот в этом разница стейтлесс и стейтфул стейтфул запоминает мои открытые текущие соединения и даже если мы удаляем какое-то правило или модифицируем оно не аффектит наше существующее все видите вот он закрыл соединение то стейтлесс при каждой инициализации новой сессии ну как новой в рамках даже текущей даже если трафик вот пытается попасть на какой-то нужный нам порт он уже будет его блокировать вот я удаляю ну сейчас мне надо в секьюрити группу добавить потому что естественно сейчас мы никуда не зайдем добавляем все доступ опять открыт ну в общем вот так по стейтлесс и стейтфул понятно более-менее ну рекомендую почитать еще то есть важно то конечно нужно просто важный такой момент почитайте в принципе вот на сегодня я думаю все как раз мы заканчиваем вовремя тренируйтесь у вас как раз домашнее задание вот это все сделать самому на своем аккаунте поднять это все сети поиграться с vpc понять разницу вот это вот интернет гейтвей нет 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 гейтвей подробить на собсети поиграться с подсетями поднять vpc ну вот по сути все тоже что я делал чтобы вы сделали сами чтобы у вас были практические наработки если вы отправляете запрос с вашего инстанса исходящий трафик будет также разрешен вне зависимости от того если вы даже закроете этими правилами входящий трафик то есть исходящий трафик будет все равно выходить вне зависимости от правила входящего и исходящего главное прочитать просто это переосмыслить практически позаниматься и придет понимание по этому как раз у нас завтра да там по моему следующая сессия будем уже разбирать что там у кого получилось не получилось будете там показывать шарить скрин показывать как у кого успехи если что сразу спрашивайте по горячему чтобы может быть какие-то восстались недопонимания но надо практиковаться да нет будем пробовать да 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 два просто основных момента то что мы всегда мы должны нашу строить инфраструктуру и наши сети то есть у нас должна быть private какая-то там зона она у нас должна быть какая-то зона dmz зона делимишен экс зона должна быть где мы будем размещать наши паблик ресурсы в данном случае это бастион находится мы этот бастион выставляем в мир максимально его рестриктим секьюрим там патчем лимитируем доступ по IP закрываем все эти там порты ненужные все у нас есть лот балансеры какие-то которые смотрят в паблик сети и потом у нас есть бэкэндовые наша часть которая смотрит уже в private мы ее закрываем для доступа извини абсолютно такой подход плюс по SSH крайне не рекомендуется естественно 22 порт выставлять сейчас просто для демо мы это быстро сделали тем более я за рестрики у нас свой внутренний IP address 23 порт никогда нельзя выставлять в мир лучше через лот балансеры его прокидывать менять на какой-то рандомный это первое второе закрывать доступ по паролям SSH по паролям вообще не должен быть никогда включен только доступ по ключам должен быть это обязательно доступ по ключам должен быть никакие не там DSA, RSA должен быть доступ по ключам по ID там новый тип ключей ID 52 там что-то там такое вот мы должны только мы только должны ходить по новой свежей спецификации шифрования генерирования наших вот этих ключевых пар и соответственно да самое главное это вот мы должны рестриктить по IP потому что рано или поздно все равно эти SSH бастионы просто взламываются и потом просто у вас получается в вашем распоряжении какая-то ну не в вашем распоряжении вы за это платите но кто-то просто заводит бата ферму на вашей группе серверов там по цепочке просто ломаются остальные сервера взломался один и взломались остальные потом это заводится бота ферма это бота ферма потом по каким-то там желаниям там того кто это делает какие-то осуществляет предоносные атаки приводит к тому что вас или блокируют или Amazon вас может заблокировать ну и соответственно вы платите за все это тоже ничего хорошего все тогда тогда пробуйте всем спасибо за внимание завтра пока hopeless пока спасибо спасибо